привет друзья хочу сегодня снять видео можно сказать экспериментальная или видео эксперимент она касается вот такого вот станка производителя шлюз или даже не производителя а продавца фирмы бренда вот такая вот упаковочка показывал его распаковку брею с этим станком мне очень нравится очень комфортно он очень мягкий и допустим уже там за два захода я очень хорошо им брею всем доволен ну вот такое живое любопытство побуждает к тому чтобы что-то новенькое узнавать как я сказал уже этот станок он не агрессивный он имеет малую степень агрессивности у производителя агрессивность это не значит что он какой-то злой этот станок агрессивный значит злой это больше понятие подходит под понятие эффективность то есть по сути чем агрессивный станок тем эффективнее то есть по сути он за один проход бритья снимает достаточное количество щетины что уже не нужно делать 2 3 4 там и 5 проход этим станком я первый раз брился четыре или даже пять раз то есть для того чтобы нормально себя выбрить то есть в чем суть я на этот станок поставил вот такую вот проставочку пластиковую то есть уложил лезвие и сверху положил вот эту проставочку далее сверху я уже накладываю нижний этот блок гарду и все это дело закручиваю и стягиваю ручкой то есть что у меня получилось у меня получилась такая ситуация что я вот это вот расстояние от края гарды до лезвие увеличил то есть таким образом я по сути увеличил агрессивность или эффективность станка ну это теория это то что я увидел на youtube каналах что делают с разными иностранными станками более агрессивными станками ну я решил попробовать вот этим значит какое у меня лезвие стоит это роквелл лезвие роквелл я им уже один раз побрился в принципе мне для этого станка она достаточно таки понравилось новое оставить не хочу потому что честно говоря опасаюсь и чтобы мне тут ничего не порвало не порезал значит кремом у нас будет прораса как обычно красный прораса я уже этот тюбик добиваю но у меня есть новые это радует сбивать пену буду вот таким вот помызком тоже прораса значит пришли у нас крем прораса авто шейф у нас тоже такое молочко прораса то есть у нас все все у нас прораса ну вот как-то мне так зашло это фирма прораса статьи чашечка у нас тоже прораса я весь прям такой прораса ну как это плохо это хорошо я не знаю ну короче не не как бы это все дело зашло скажем так а что у меня не прораса это у меня тряпочка мне супруга подарила такое полотенечко и тряпочку им я как раз вот делаю себе прогревание что я делаю сразу я прогреваю лицо прогреваем легонько просто смачиваю его горячей горячей водичкой это я делаю перед ой хорошо класс ребятам это реально кайфово благодарен супруге что она нашла мне такое маленькое полотенечко я раньше пользовался бумажными полотенцами но мне это как-то зашло немножко конечно получше значит берем авто шею пришей берем пришей я его называл пред кремом когда я еще вообще не в теме был сейчас как немножко уже въезжаю в эти вопросы бритья ну реально очень нравится я первый раз как нанес эту штуковину ребята ну я вообще у меня такой восторг от бритья был да да не удивляйтесь я этим средством намазываю все лицо мне его не жалко потому что он приятно хорошо работает мне это нравится и если он работает хорошо на кожу моего лица в районе бороды то он отлично и работает на мой я когда-то эту штуку попробовал с гелем после бритья как-то попробовал бы использовать до этого вообще редко когда использовал такие штуки и у меня кожа на лбу стала намного лучше то есть морщины уменьшились все таки 45 плюс дает свое 40 45 плюс значит что я еще увидел недавно у итальянских парней что они делают вот они распарили помазок и они крем сам сам крем вот так вот аккуратненько сам помазок буквально немножко вот они туда намесли и вот такими вот промякающими движениями они его взбивают не в самой чаше они крем сам взбивают вот именно вот здесь вот в помазке ну я реально ребята я кайфанул от этой темы и потом они не в чаши это все дело взбивают а вот реально на лице мне это очень понравилось а чашу они используют для того чтобы немножко капать туда водички на помазок или вмокать помазок и таким образом взбивать пену на лице если воды не хватает значит что я делаю дальше вот у меня пришли сработал немножко я беру наше полотенечко и все это дело промакивая горячая горячая полотенечко да итальянцы там конечно ребята они такие вещи делают они там отпаривают лицо я не знаю там этот товарищ который у них там как клиент он там просто лежит в таком кайфе такое впечатление что он там спит вообще просто спит но я понимаю его удовольствие потому что сам кайфую даже вот от такой малости когда могу себе сделать хорошо с помощью влажной тряпочки так и вот так вот они это все дело взбивать ну может немножко даже и не так кстати вот этот помазок проразался он у меня так хомячит пену я его и в чаше взбивал то есть вообще не могу понять вот я этот помазок это уже второй раз только второй раз я им пользуюсь первый раз он у меня конечно ее сожрал немерено взбивал кстати я этот крем в чаши по тут вот он уже пошел это пошел да пошел дорогуша Да, ребята, конечно, мастера бритья говорят, что можно подолгу это делать, именно работать по мазкам, но я не знаю, мне этот процесс как-то не очень нравится, но вот то, что не взбивать, не взбивать именно в чаше, а вот вот так вот на лице, ну вообще зашло, вот прям зашло сильно, нравится. Так, ну и, значит одну сторону я сейчас первый заход сбрею с проставкой, а второй заход сделаю без этой проставочки, посмотрим во сколько заходов я смогу побриться, по сути. Да, ребята, по ощущениям, станочек стал агрессивней, вот реально. Станочек агрессивней, но мне это нравится, конечно, но здесь еще нужно поднаучиться им бриться. Да, прям такой шкряп-шкряп-шкряп. Слышится. Ну, на самом деле, скажу так, что лезвие, сами по себе лезвие имеют огромнейшее значение. Вот мне говорили астру брать, но не зашла мне астра зеленая, вот реально, вот это вот. Ну, смог побриться полтора раза, полтора раза, представьте. То есть, дерби, дерби вот таким вот стандартным, которое пришло с этим станочком, зеленая, я им смог побриться четыре раза легко, вот этим вот станком, шлюз, то есть зашло на ура. Вот этот вот роквелл, ну вот, я не знаю, как это показать, видно, нет, то есть, ну, реально не добревает вообще. Это второй раз я вот таким вот лезвием бреюсь, то есть не добревает и пропускает даже немного. Так, значит, одну сторону я пробрил, я проставочку изымаю, изымаю проставочку, немножко сполосну лезвие. Все, вот скручиваю без проставки, чтобы было видно, ну, тут. Так, вот она с торца без проставки, и попробую сейчас вторую сторону. Что сказать-то вообще? Что сказать, да та же байда. Здесь вопрос, скорее, даже не в проставках, а вопрос в лезвии. То есть, в первый заход лезвие берет очень, да вообще сама по себе лезвие берет очень-очень мягко. То есть, агрессивность лезвия, или его эффективность, если так сказать, она, ну, наверное, будет хороша для более, для более агрессивных станков. Потому что мой станок, он не агрессивный настолько, чтобы бриться вот этим лезвием. Ну, я не знаю, это у меня третье, по сути, лезвие, я пробовал, не третье, а четвертое. Вот, дерби я пробовал, астра вообще на данный момент не зашла. Я не знаю, может, там какие-то другие были причины, почему она не зашла. И было еще лезо, украинское, украинское лезвие, лезо, вот такое вот. Ну, какие-то у меня смутные к нему пока отношения, я его вообще не понял пока. Так, без проставочки захожу в поперечное бритье. Ну, бред, ребята, ну, вообще настолько мягко, настолько комфортно этот стомочек. Вот он мне вот этим вот и нравится. Да, первые разы я там как-то резал там себе что-то. Ну, не так резал, как просто... Поддирал кожу. Сейчас, ну, вообще просто великолепно, я вам скажу. И вот идет, идет очень классно. Так, одну сторону я поперек пробрил. Сейчас поставлю проставочку. И вот побрею другую сторону. Вот так. Так, есть проставочка, можно ее, как бы, видеть по белому. По белому такому... Вот, вот видно даже здесь это расстояние. Вот, белая вставочка. У нас есть в станочке. Так, немножко я освежу наш кремчик. Да, помазок жрет пену. Не всегда. Другим помазком пробую. Этот крем вообще супер работает. Вот, вот. Продолжение следует... 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 так это уже 4 получается по сути заход не добрив на 4 заход ну по сути идея вот с этой вот добавкой доставкой прокладкой или как ее можно называть она не нова об этом есть достаточной информации в youtube я решил попробовать это именно с этим станком не знаю здесь вопрос уже короче к лезвием конкретно видимо как это лезвие подходит к данному станку ну то есть по сути за четыре раза я смог более-менее так нормально пробить эту сторону сейчас я попробую без проставочки пробить следующую сторону так все проставочку я снял вкладыш у меня чистый станок можно посмотреть вот так ну поехали подсох немножко кремчик у меня немножко я срежу можно ли назвать этот станок безопасным ну да почему нет во всяком случае он бреет лучше чем жилет вот этот вот он конечно очень быстро умирает по кассетам короче денег немеряно надо я уже так его просто оставил на всякий случай можно сказать как дорожный так ну вот я сделал здесь четыре прохода по сути здесь три и мне с тремя проходами без проставки в принципе уже нравится но конечно четвертый проход хорошо бы сделать шитина растет в разные стороны поэтому приходится брить по-разному. Научился я уже даже под носом бриться этим станком, и это приятно. Так. Ну, что я могу сказать? Ну, по сути, ну, на ощупь, конечно, вот эта сторона, она лучше. Вот реально лучше. Вот так вот чисто на ощупь. Потому что здесь немножко оно все-таки цепляет. А здесь, ну, здесь нет. Но надо все равно добривать. Да, надо добривать. По сути, понимаю, что не так много лезвий, которые могут с этим станком хорошо поработать. То есть, ну, одно из них, это стандартное все-таки, которое к нему идет, это дерби. Я вот так вот сейчас аккуратненько просто смочу. Помазок что-то какой-то... Вот очень удобный. Вот реально удобный просто вау. Ну, на тему того, что он просто поедает крем, это да. Я вот и в чашу разводил. и вот сегодня так вот пробовал. Что-то так ест, что-то так ест. Я уже без проставочки доведусь. Бреец, супер. Ну, вот вопрос о безопасности. Если переходить на... Т-образное бритье, то, на мой взгляд, цена-качество вот-то вообще супер. Я на розетке этот станок купил там вообще за небольшие деньги. Что-то там до 300 гривен. Реально до 300 гривен. Ну, его качеством я вполне доволен на данный момент. Но я понимаю, что я как человек довольно-таки любопытный. И меня потянет еще куда-то там. Ну, посмотрим, как оно еще будет. Так, ну, в принципе, я побрился довольно-таки достойно. То есть, особых таких порезов, чего-то там нету. Вот, реально нету. Так, чтобы я побрился, как там говорят, как попа младенца, да? Ну, ребята, такого нету. Ну, побрить хорошо. Моей супруге в принципе нравится. Она говорит, что отлично. Особенно, когда проходишь автошеевом, проходит какой-то часик после самого процесса бритья. кожа кожа успокаивается, цвет кожи выравнивается. Супер! Она становится такой мягенькой, хорошая щетина вроде как-то, да, утопает в нее. Ну, и по сути, как такой независимый эксперт, моя супруга, она говорит, что качество бритья Т-образной бритвой намного выше от качества бритья жилетом. я просто, что у меня подход там был совсем другой, как говорится, шахер махер, да? То есть, вот так вот просто. Здесь же уже с Т-образкой приходится немножко по-другому себя вести. Ну, по сути, о чем была тема? Это бритье вот этим вот станком без прокладки и с такой вот самодельно изготовленной прокладочкой, которая увеличила нашу агрессивность. Ну, это можно сделать из карточки. я на Ютубе увидел, что ребята делают из карточки, там, лезвие еще обрезают, увеличивают, уменьшают расстояние. Ну, я решил особо не заморачиваться, а вот сделать именно так. Результат какой? Ну, я скажу так, что и так, и так выбрито по сути довольно-таки нормально. стоит ли ставить проставочку? я думаю, да. Так, чтобы попробовать проверить, поэкспериментировать, поучиться, насколько это вообще вот здорово и классно. И для того, чтобы был опыт, может быть, в выборе следующего станка. Но здесь еще какое очень серьезное. Огромнейшую роль играют лезвия все-таки, потому что на мой опыт, на данный момент от дерби, они были какие-то самые такие нормальные. Ну, хотя, вот эти вот роквелл, они тоже себя, ну, я, правда, второй раз побрился. Я завтра поставлю вот эту проставочку и попробую побриться полностью с этой проставочкой от начала до конца, как оно вообще себя покажет. Ну, и какую эмоцию, скажем так, я от этого получу. Так, ну что, не будем тянуть долго сейчас автошей. Так, это наше молочко прораса. Где-то ко мне едет еще полная банка, потому что это у нас с дорожного наборчика я взял из-за помазка. Дорожный наборчик, ну, помазок меня, конечно, не удовлетворил в том смысле, что он, ну, очень маленький. Вот, очень. Как раз это он реально дорожный, я его брал с собой в дорогу, он показал себя очень классно. То есть, ну, взбить крем в пену получается, места занимает мало, весит немного, поэтому супер. Еще приедет лосьончик тоже от прораса. И буду уже вместо автошейва использовать прораса лосьончик. так что так, ну, отлично. Спасибо вам, дорогие, за просмотр. Очень интересны ваши комментарии, ваш опыт в отношении этого станка. Может быть, кто-то из вас пользуется также и может поделиться своим опытом своего использования. Какие лезвия подошли лучше всего и как и за сколько проходов у кого на какой коже это все получалось. Всем здоровья, дорогие, всем здоровой, красивой кожи, успехов! гостима, сохраняйся, а память, все